Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу рассказать причины, почему не стоит покупать Ладу Гранта и какие с ней есть проблемы. Это будет действительно отзывы реальные, с которыми я знаком. Так что в любом случае подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делайте репосты, чтобы все владельцы, потенциальные владельцы Лады и автолюбители знали, что с ней может быть не так. Итак, начнем. С чем же я столкнулся? Я столкнулся с тем, что у данной машины реально шумноватый мотор, а также вообще, в принципе, шумоизоляция у всей машины совсем-совсем не идеальная. То есть, пришлось делать дополнительную проклейку, накладывать антишум. Также из недостатков могу обратить внимание, что у данной машины мягкий металл как на крыше, так и на капоте. Это реальные недостатки, которые мешают комфортной езде. Что же еще можно сказать про данный автомобиль? У него очень некачественная покраска, то есть, у него периодически чешуится даже сама покраска. То есть, отделка салона тоже далеко не самое лучшее качество. Когда едешь, на самом деле дрожит коробка и рычаг коробки передач на холостых. То есть, вот с этим я столкнулся. Что еще я могу вам сказать? То есть, то, что вообще неудобный обзор из-за стойки с правой стороны именно. То есть, абсолютно есть недостатки. То есть, зеркала неудобно расположены. Так что, вот, что мне еще не понравилось? Что на панели приборов нет указателей температуры и уровня топлива именно в виде стрелок. Так что, надеюсь, данное видео было полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.